Сопитомника. Большая подготовительная работа была проведена силами городского зелёного хозяйства. Что касается дальнейшей судьбы рощи, то заботиться о ней будут сами поисковики. Елена Олексенко, Николай Манджиков, Вести Калмыкия. Далее региональные вести. В прямом эфире «Сахалинск. Невести» в студии Виктория Гортованова. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Островные авиаторы сегодня связали Южно-Сахалинск и Александровск-Сахалинский воздушной переправой. Первый рейс по этому маршруту выполнил новый региональный перевозчик – компания «Тайга». Ирина Коновалова была в числе первых пассажиров рейса. У авиакассы журналисты, лётчики и представители компании-перевозчиков. Всего 10 человек. Они первые пассажиры рейса «Тайги-Южно-Сахалинск-Александров-Сахалинский». Твин-Отер уже обработали противообледенительным реагентом. Самолёт ждёт возможности показать себя. Пассажиры вглядываются в иллюминатор. Заснеженные сопки сменяют морские массивы. Ярослава Пархамюк такими видами не удивить. Мужчина посвятил развитию сахалинской авиации больше 40 лет. Бывал даже за полярным кругом. Признаётся, этот рейс отличается от всех его предыдущих. Просто небо и земля. То есть это комфорт в первую очередь. Тепло, даже жарко было. Всё-таки два двигателя, не так шумно. Всего в салоне 19 мест. У каждого пассажира индивидуальный кондиционер и освещение. А вот стюардов и стюардесс нет. Они бы не прошли по компактному салону. Салон действительно компактный и даже немного узковатый. Я со своим ростом 1,80 м поначалу переживала, что не смогу уместиться здесь. Но на самом деле места между сидениями достаточно, чтобы расположиться с комфортом и даже вытянуть ноги. Летит тайга со скоростью 260 км в час на высоте 3000 метров. Пилоты признаются, маршрут не из лёгких. Специалисты изучали его во время технических рейсов. Везде горы, везде море. Естественно, море, там бывают выносы. Всё в зависимости от климата. В горах, естественно, тоже контуры, рельеф. Спустя два часа пути самолёт успешно приземляется в Александровске-Сахалинском. Первый пассажирский рейс жители Александровска-Сахалинского встречают по-северному радушно. В этом году в городе полностью заменили взлётную полосу. Это первый этап разработки площадки. Следующий этап здесь будет строительство небольшого аэровокзальщика модульного типа, строительство мобильных контейнерных АЗ, чтобы возможно было заполнять воздушное судно. И разработка спутниковых схем захода на посадку, чтобы повысить регулярность и попадание. Летать сюда самолёт будет четыре раза в неделю зимой. И с семь летом билет на тайгу стоит чуть больше двух тысяч рублей. Это дешевле, чем место в купе сахалинских поездов.